Это территория КАН на телеканале КРТВ в студии Инна Иванова. Здравствуйте! В рамках программы «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в московском областном филиале «Ранхикс» уже несколько лет работает Центр дополнительного образования, благодаря которому отдельные категории граждан могут пройти профессиональную переподготовку или повышение квалификации. О том, какие программы реализуются и для кого, в нашей студии расскажет директор учреждения Владимир Милоревич Ким. Владимир Милоревич, добро пожаловать в студию. Здравствуйте! Давайте подробно о Центре. Чем он занимается? Наш Центр дополнительного образования Московского областного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации занимается разработкой и реализацией программ профессионального образования для специалистов государственного муниципального управления, также для представителей малого и среднего предпринимательства, для самозанятых и, как вы уже правильно отметили, для определенных категорий граждан, обучение которых предусмотрено в рамках проекта «Демография», в рамках национального проекта «Содействие занятости». Таких программ у нас 21, и в этом году мы дополнили линейку этих программ, исходя из тех тенденций, которые есть на рынке труда региональном нашей Московской области. Естественно, при содействии Министерства социального развития Московской области, Центра занятости Московской области. И сегодня мы хотели бы рассказать об этих программах и о тех новшествах, которые сегодня есть в рамках данного проекта. Давайте вначале о том, какие категории граждан могут получить профессиональную переподготовку или новую специальность, да? Да, перечень, вернее, список лиц, которые имеют право обучаться совершенно бесплатно в рамках этого проекта, обширны. В первую очередь, это молодые мамы, которые находятся дома по уходу за ребенком до 7 лет, это лица старше 50 лет, это молодежь до 35 лет, это граждане, которые находятся под риском увольнения на сегодняшний день, лица, которые на сегодняшний день еще не определились с местом работы, которые находятся в поиске. Также хотелось бы отметить категорию студентов, которые обучаются на последних курсах, то есть они тоже могут обучиться по нашим программам и параллельно с дипломом об обучении получат еще и документы об образовании по дополнительной профессиональной программе. Также это могут быть лица, отслужившие срочную службу и на сегодняшний день также находящиеся в поиске работы. Возрастная категория какая? Диапазон? Возрастных ограничений практически нет, я имею в виду в плюс, потому что, вы знаете, у нас на сегодняшний день по одной из программ обучается женщина, которой на сегодняшний день 82 года. Да, и о ней скоро будет даже материал. Она сама извела желание обучиться, прошла всю процедуру зачисления, регистрации и сейчас обучается по программе. На какую профессию получает? Новую или просто повышает свою компетенцию? Нет, она для личностного саморазвития, да, и если я не ошибаюсь, то выбрала программу, по-моему, менеджер по туризму. Это вот у нас новая программа, мы ее разработали с учетом того, что в Московской области очень много достопримечательностей, очень много объектов, которые заслуживают внимания любителей истории, этнографии, экологии, зодчества. И вот, учитывая все это, мы разработали программу для, значит, менеджер по туризму. Программа очень интересная, насыщенная, причем обучаясь по этой программе, и сам человек может многое узнать, многому научиться, да, вот, о своем регионе, о местах, где он проживает, о которых, может быть, даже и не подозревал никогда. Какие еще новые программы появились? Ну, опять же, следуя тем востребованным тенденциям, которые сейчас есть на современном рынке труда, они связаны в основном с цифровизацией, с желанием людей начать свое дело, попробовать свои силы в бизнесе, в предпринимательстве. Поэтому в этом году мы запустили такие программы, как электронный маркетинг, работа на маркетплейсах, Яндекса, Гугла. Такая, значит, такая программа очень интересная, как, значит, тексты за миллион. Вот, мы, значит, провели мониторинг, провели анализ совместно с агентством инвестиционного развития Московской области. И очень много начинающих предпринимателей, у них есть желание, но не всегда, может быть, хватает опыта и знаний в таких отраслях, как маркетинг, электронные продажи. Вот, и данная программа может помочь людям научиться таким, значит, знаниям, как сегментирование рынка, выделение целевой аудитории, создание хорошо продающих текстов, потому что это очень важно, когда у человека есть идея, есть услуга, есть продукт, но очень важно в рекламных целях создать такой слоган, такой текст, который бы был лаконичным, но в то же время отражал сущность услуги или товара, и все его преимущества, все его качества, которые отличают от услуг и продуктов конкурентов. Ну, очень актуально, мне кажется. Да, да, да. Какие программы чаще выбирает молодежь, а какие люди постарше? Вот интересно. Ну, люди постарше, они подходят к этому более консервативно, то есть рассматривают выбор программы, основываясь на уже имеющемся опыте, опыте, да, профессиональном, да. И зачастую просто, учитывая, что у нас век цифровизации, информационных технологий, они выбирают программы, которые сочетаются с их, как я говорю, имеющимся опытом, но требующим на сегодняшний день каких-то… Новых навыков, наверное. Новых навыков, да. В основном в цифровизации, в информационных технологиях. Вот, такие, например, программы, как складская логистика со знанием 1С, на сегодняшний день очень востребована, очень много слушателей выбирают эту программу. Или, например, профессиональные навыки управления закупками, тоже с учетом, значит, всех имеющихся, появляющихся новшеств, всех требований. Вот, значит, управление предприятием, знание 1С, то есть вот подобную программу выбирают люди старшего поколения. А молодежь, конечно, предпочитает программы, связанные с работой на электронных, значит, торговых площадках, программы, связанные с, значит, с личностным ростом, с личностным развитием. Вот, то есть, ну, таким образом, как бы, мы и подбираем программы, исходя вот из тех, значит, предпочтений, которые есть у разных категорий возрастов. Спрашивать, ориентируясь, если вы на рынок труда, не буду, потому что вы уже все сказали. То есть программы, а кто разрабатывает программы? Программы разрабатывают наши специалисты. Мы привлекаем экспертов из, значит, тех отраслей, в которых мы планируем, значит, эти программы. Также нам очень помогают специалисты Министерства социального развития Московской области и Центра занятости Московской области. Значит, при разработке программ мы учитываем те наработки, те, значит, ту информацию, которая есть у ведомств, учреждений Московской области, потому что они, естественно, ориентируются в особенностях сегодняшнего рынка труда. И вот их рекомендации и ложатся в основу выбора тематики, сферы профессиональной, по которой мы разрабатываем эти проекты, программы. Не только сферы, но и, наверное, возможности региона, да? Учитывая обособленность. Конечно, потому что сам проект «Демография» предполагает, что более 70% обучающихся в рамках проекта «Содействие занятости» должны быть трудоустроены. Это показатель. В чем на местах, да? Именно на местах, в регионе, да. И, соответственно, те программы, которые мы разрабатываем и реализуем, они, естественно, коррелируются с теми вакансиями, которые есть на сегодняшний день в регионе. А вот для трудящегося населения каким образом может быть интересен вас центр? Ну, во-первых, как я уже говорил, наши программы не только направлены на какое-то профессиональное развитие, но они могут быть и интересны для людей, которые занимаются саморазвитием, во-первых. Во-вторых, сейчас очень много людей, которые, в общем-то, в силу определенных обстоятельств, обстоятельств может быть официально нетрудоустроены и не работают, но, тем не менее, ну, скажем так, не могут сидеть просто так. И поэтому находятся в поиске каких-то новых сфер, где они могли бы применить свою энергию, свое желание. И вот наши программы как раз-таки могут способствовать тому, чтобы овладеть новыми знаниями, новыми навыками, которые могут вот помочь найти себя в других сферах. Какова форма обучения? Нужно ли специально приезжать в Московскую область? Если это, например, другой регион, и человек все-таки хочется отучиться у нас, получить новую профессию или пройти переподготовку. Какова форма обучения? Формы обучения различные. Они, опять же, значит, любой слушатель может выбрать для себя удобную, комфортную форму. У нас формы есть очные, есть очные с применением дистанционных технологий и заочные формы обучения. То есть слушатель может выбрать любую из форм и сочетать ее с постоянным, значит, своим каким-то занятием, с постоянной работой, не в ущерб работе, в любое удобное для себя время прослушать вебинар, прослушать какие-то занятия, пройти тестирование, и все это можно сделать удаленно. Но на сегодняшний день более востребованные, конечно, очные с применением дистанционных технологий. Вот так вот, да? Смешанный тип. Где можно узнать о действующих программах? На сайте? Либо позвонив по телефону? Да, конечно. Любой желающий, во-первых, может воспользоваться нашими информационными ресурсами. Я имею в виду сайт московского областного филиала Ранхикс. На сайте в разделе «Дополнительное образование» есть специальный подраздел, который так и называется «Содействие занятости». И подраздел разработан таким образом, чтобы людям было удобно выбрать программу, ознакомиться с ней. Там есть вся информация с описанием программы, с количеством часов, какой документ по окончании получит слушатель. А самое главное, имеется подробная инструкция, как подать заявку, как зачислиться и все дальнейшие действия. В любом случае, наши сотрудники обязательно ответят, проконсультируют по всем интересующим вопросам. Можно написать на адрес нашей электронной почты. Мы также отвечаем всем, кто задает нам вопросы подробно. В общем-то, можно посмотреть просто в сети, зайти на сайт «Академия» точно так же и получить всю подробную информацию. Обучение происходит непрерывно, либо с началом учебного года можно будет записываться? Группа формируется непрерывно, то есть не привязываясь к определенным временным срокам. То есть запускается программа, человек выбирает эту программу, мы зачисляем и обучаются. То есть нет, как в классическом понимании, начала учебного года, семестры. Да, обучение происходит непрерывно. Поэтому, еще раз повторяю, что любой желающий житель нашей области, нашего городского округа, может выбрать комфортный для себя период обучения. Форму обучения. Форму обучения, да. И пройти обучиться. Продолжительность обучения какова? Разные программы, наверное, разная продолжительность. Да, 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 конечно. Значит, в зависимости от выбранной программы, длительность может быть от 72 часов до 510 часов. То есть у нас программы имеются повышение квалификации и программы профессиональной переподготовки. Программы повышения квалификации реализуются в том случае, когда у человека уже есть какая-то квалификация и необходимо развитие в данном направлении. По итогам слушатель получает удостоверение о повышении квалификации. А что касается профессиональной переподготовки, то здесь человек, решивший поменять вообще вид деятельности, получить новую профессию, он поступает на программу профессиональной переподготовки и по итогам обучения получает диплом о профессиональной переподготовке. Сколько сейчас занимается группа, сколько сейчас человек у вас? Вы знаете, вообще каждый год, значит, правительством количество мест для слушателей по данному проекту кватируется. Ну вот, в частности, у нашего московского областного филиала квота в этом году составляет всего 600 человек. Да, то есть вот всего 600 человек мы должны обучить до конца этого календарного года. Вот тенденция есть, раньше предприятия направляли на повышение квалификации, ну еще в Советском Союзе, да? Сейчас больше сами приходят или предприятия направляют? Вы знаете, и так, и так. То есть есть программы, по которым обучение необходимо и предусмотрено законодательством. То есть, например, такие программы, как противодействие терроризму, противодействие коррупции. Обучение по этим программам необходимо в определенные сроки для муниципальных служащих, для государственных служащих. Вот, поэтому на эти программы организации и учреждения направляют своих коллег. А что касается, значит, программ, как я уже говорил, как мы их называем, открытых, то есть вот туда приходят уже, конечно, люди сами, вот, исходя из той необходимости, которая возникла у них на сегодняшний день. Есть ли партнеры у ваших программ? Да, конечно. Основными партнерами проекта «Демография» является Минтруд России, являются региональные учреждения социального развития и труда, ну и, соответственно, наша Головная Академия, как единый федеральный оператор проекта. Единый оператор проекта, да? А другие структуры, другие центры, вы с ними взаимодействуете? Есть ли вообще в этом необходимость? Они ведь находятся все-таки в других регионах, у них другие потребности, вероятно, да? Да, конечно. Набор программ у каждой образовательной площадки, он различен, и, как я уже говорил, он формируется, исходя из тех тенденций, исходя из тех, значит, условий, которые существуют на данный момент в том или ином регионе. Поэтому, естественно, что для жителей, например, Хабаровского края, может быть, не актуальны те программы, которые есть у нас на сегодняшний день здесь, в московском регионе. В то же время те программы, которые есть, например, опять же, на Дальнем Востоке, которые реализует наш же институт управления, нашей же академии, они, может быть, не всегда подходят по содержанию, по формату, форме для жителей Московской области. А вот, если более подробно, о городском округе Красногорск. Какие программы популярны у наших жителей? Очень много приходит заявок на зачисления по таким программам, как складская логистика, со знанием программы, значит, один из складов, очень востребованный на сегодняшний день. Очень много заявок приходит на программу, значит, специалист архива. И очень много желающих, значит, ну, это в основном из числа молодежи, как я уже говорил, значит, менеджер по маркетплейсу и, значит, электронный маркетинг. То есть вот такие категории, ну, достаточно востребованные. Но вот на сегодняшний день очень интересная программа, мы ее разработали в этом году и запустили в этом году, значит, складская логистика. Значит, разработка данной программы, разработки данной программы предшествовало изучение, значит, особенностей, значит, социально-экономической зоны нашего региона. Вот, и учитывая, что в Московской области сосредоточено большое количество логистических центров, складских центров, естественно, что на этих предприятиях должно работать большое количество специалистов, людей, мы пришли к выводу, что вполне, да, может быть, да, востребовано, да, и действительно, действительно, она на сегодняшний день очень востребована. Вы приглашаете наших жителей, жителей области, есть еще места? Да, конечно, безусловно, пользуясь случаем, хотели бы пригласить всех желающих получить новую профессию или обновить имеющиеся профессиональные навыки, знания, обратиться к нам в московский областной филиал «Ранхикс». Мы обязательно посоветуем, поможем, подскажем, сделаем все, чтобы обучение было комфортным, и самое главное, чтобы результаты обучения дали позитивные результаты, то есть люди смогли найти либо новую работу, либо получить возможность продвижения по карьерной лестнице. И подчеркнем, что эти программы бесплатные. Абсолютно верно, они совершенно бесплатные, а самое главное, вот, например, в этом году очень много сделано для того, чтобы процедура подачи заявки, прохождения профориентации, зачисления были более комфортны для людей, то есть… Упрощены, да? Да, значительно упрощены, то есть имея, в общем-то, доступ к своему кабинету на госуслугах, можно без проблем выбрать программу, зачислиться и обучаться. То есть даже через госуслуги? Да, через госуслуги. Какие документы нужны? Классический набор, то есть документы, значит, подтверждающие личность, я имею в виду паспорт, документ об образовании, предыдущем имеющемся, и СНИЛС, ННН. То есть стандартный набор. Стандартный набор, ничего нового. Слушай, спасибо огромное. Спасибо. Я думаю, что нашим телезрителям будет очень полезно узнать то, о чем мы сегодня с вами поговорили. Спасибо большое. Это была Территория Ка на телеканале КРТВ. Всего доброго.